Большая голубая цапля это свирепый хищник. У взрослых цапель мало естественных врагов. Все боятся ее длинного острого клюва. Молодые цапли более уязвимы, но все же опасны. Вы когда-нибудь видели, как цапля целиком глотает угря? Вы когда-нибудь слышали, что цапли охотятся на змей? Если вы хотите узнать, что представляет из себя эта птица, смотрите внимательнее. Мы покажем вам, как она охотится и поедает добычу. Цапли едят аллигаторов. Голубая цапля схватила и съела детеныша аллигатора, неведомым образом оказавшегося в ее пруду. Мясо аллигатора известный среди цапель деликатес. Еще одна голубая цапля схватила маленького аллигатора. Мать природы иногда бывает такой жестокой, однако всем живым существам нужна пища и с этим ничего не поделаешь. Этот аллигатор отполз от своей стаи слишком далеко и поплатился за это, став ужином для голубой цапли. Вам кажется, что вы уже видели все, что можно? Как насчет хищной птички, способной проглотить целиком настоящую рептилию? Как видите, детеныши крокодилов очень уязвимы и цапли без стыда этим пользуются. Цапли едят угрей и рыбу. Эта цапля решила побаловать себя экзотическим блюдом и поймала угря. Угарь скользкая рыба, поэтому цапле пришлось потрудиться, чтобы поднять его с земли. Пара попыток и дело в шляпе. Голодная голубая цапля выбрала в качестве жертвы гигантского угря, но тот был готов дать хищнице серьезный отпор. В конечном счете цапля победила и смогла съесть добычу целиком. Большая голубая цапля поймала угря и насладилась ужином на фоне живописной природы. Еще одна любительница пейзажей изловила скользкого угря и принялась за трапезу. Не стоит думать, что цапли поглощают любую пищу без всякого труда. Эта птица потратила примерно полчаса на то, чтобы расправиться с угрем. Эта голубая цапля позавтракала большой змеей или угрем в лучах восходящего солнца. Добыча отчаянно сопротивлялась, но это ей не помогло. Эта цапля нашла угря подходящего размера и проглотила его в мгновение ока. Цапли едят крыс и мышей-полевок. Цапли умелые охотники и вот вам прямое доказательство. Эта птица схватила мышь-полевку и заглотила ее в один присест. А этой цапле попалась очень крупная добыча, андатра. Неужели птица сможет и ее съесть? Разумеется, у цапли есть свои способы упрощающий процесс. Если обмакнуть ужин воду, его будет проще всего проглотить. Похоже, цапли могут есть где угодно и когда угодно. Эта, по-видимому, залетала по делам в город и остановилась немного перекусить. Эта цапля выхватила маленькую мышь-полевку прямо из-под земли. Цапли весьма прожорливые и никогда не отказывают себе в удовольствии поймать какого-нибудь мелкого грызуна на ходу. Эта цапля поймала крота. Перед тем, как съесть добычу, цапля развернула ее в клюве, чтобы удобнее было глотать. Цапли едят скатов. Эта цапля справилась со скатом всего за 30 минут. Вначале она как следует потрепала добычу, а затем проглотила ее целиком. Прогуливаясь по берегу, цапля заметила ската и решила быстренько перекусить на ходу. Еще одна цапля гуляла по берегу и нашла ската. Цапли любят дары моря и предпочитают с ними не церемониться. Но в этот раз что-то пошло не так. После нескольких попыток хищница выпустила добычу и отправилась по своим делам. Цапли едят лягушек. Большая голубая цапля с болот у реки Хэтчскрик поймала большую лягушку и слопала ее целиком. Мать цапля принесла птенцам лягушку на ужин. Птенцы не едят свежую пищу, поэтому цапле пришлось проглотить лягушку, а потом ее отрыгнуть. После этого птенцы охотно склевали добычу. Через несколько недель они улетят из гнезда и смогут охотиться самостоятельно. В дикой природе хищникам всегда нужен кто-нибудь к столу. Многие хищники заглатывают добычу целиком. Голубая цапля, поймавшая лягушку, наглядно это продемонстрировала. Эта цапля поймала в пруду большую лягушку и какое-то время пыталась проглотить добычу живьем. В конце концов у нее это не получилось и лягушка осталась в воде, а цапля отправилась на поиски новой жертвы. Большая голубая цапля на охоте непередаваемое зрелище. Эта цапля какое-то время стояла абсолютно неподвижно, а затем совершила короткий, но точный бросок. Столь умелые охотники редко уходят ни с чем. Видео было снято в долине Крестон, через которую пролегает один из самых важных маршрутов для перелета птиц в Северной Америке. Цапли едят рыб. Цапля явилась на реку в надежде чем-нибудь поживиться и не прогадала. Ей попалась крупная рыба, но еды как говорится много не бывает. Еще одна цапля поймала крупную рыбу. Удастся ли ей проглотить добычу? Не стоит недооценивать прожорливых голубых цапель. Эта цапля поймала большую рыбу и быстро оттащила ее на берег, чтобы добыча не ускользнула. После этого цапля убедилась, что жертва обездвижена и проглотила рыбу одним глотком. Голод или жадность? Вряд ли можно сказать наверняка. Похоже, эта цапля выбрала себе добычу не по размеру. Будем надеяться, ей все же удастся позавтракать как следует. Эта цапля долго искала что-нибудь поесть и как только добыча появилась на горизонте, тут же схватила ее. Улов, конечно, не богатый, но можно ведь рыбачить и дальше. Тот, кто нашел выгодное место для рыбалки, голодным не останется. Стоило цапли только зайти в воду, как она тут же поймала крупного сама. Хорошо, когда еда плавает прямо под ногами. Еще одна цапля поймала толстого и наверняка вкусного сама. На первый взгляд это было совсем не сложно. Цапли едят белок. Опасная охотница цапля подхватила с земли белку и проглотила ее целиком. Похоже, эти птицы куда опаснее змей. Эта белка расположилась на ветке, думая, что хищники до нее не доберутся. Однако цапля быстро доказала ей, что в дикой природе нет такого понятия, как безопасность. Белки – прыткие и ловкие животные, но даже они иногда становятся жертвами цапель. Еще один грызун стал чьим-то вкусным ужином. Цапли едят сусликов. В Калифорнийском парке Золотые ворота большие голубые цапли охотятся на сусликов, и это никого не удивляет. Весной, когда цапли высиживают птенцов, им подходит любая пища, которую они могут достать. Если вы заметили стоящую в траве цаплю, понаблюдайте за ней, и вы увидите, как ловко и изящно она охотится. Цапли улавливают вибрации от земли и точно знают, в какую сторону направилась добыча. Эта цапля увидела с воздуха суслика и спустилась вниз, чтобы посмотреть на него повнимательнее, а потом сочла, что добыча ей подходит, и немедленно схватила ее. Еще одна цапля приглядела себе сытный обед. Суслик наверняка хотел бы еще пожить, но хищникам нужно чем-то питаться. Цапли едят черепах. Голубая цапля вышла на охоту и встретила черепаху. Какое-то время цапля бродила по болоту с добычей в клюве, а затем проглотила ее. А эта цапля несколько раз пыталась проглотить черепаху, но не преуспела. Похоже, съесть черепаху непросто, даже если она небольшая. Будем надеяться, вы убедились, что большая голубая цапля опасный хищник. К тому же она, похоже, может проглотить все, что угодно. Цапли едят нутрий и бобров. Нутрии, также известные как болотные бобры, это крупные грызуны, обитающие в пресных водоемах. Когда нутрия встречает цаплю, ну вы знаете, что происходит, да? Нутрия съедает цаплю. Шутка. Нутрия крупная добыча, поэтому цапли приходится проявлять изобретательность. Эта цапля поймала небольшого бобра и держала его под водой до тех пор, пока он не перестал шевелиться, а затем съела его на завтрак. Цапли едят бурундуков. Заблудиться это плохо, особенно если ты бурундук, и на пути тебя поджидает огромная цапля с острым клювом. Бурундук сражался как мог, но цапля все равно оказалась сильнее. Большая голубая цапля наслаждалась природой и погодой, однако прогулка в парке была бы не полной без качественного перекуса, поэтому птица решила закусить бурундуком. Этот бурундук искал семечки под птичьей кормушкой, а голубая цапля спикировала с высоты и схватила его. Цапли едят змей. Любая цапля, встретившая змею, незамедлительно пытается ею закусить. Многие птицы хорошо знают, как охотиться на змей, и большая голубая цапля не исключение. Эта цапля с легкостью расправилась со змеей и насладилась ее сочным мясом. А эта цапля поймала змею и медленно заглотила ее целиком. Цапли определенно знают толк в охоте, они могут убить и съесть любую змею, что собственно и делают. Цапли едят раков. Раки – непростая добыча для голубой цапли. У них есть острые клешни, которые затрудняют проглатывание, а потому цапли вымачивают раков в воде и разбивают им панцирь. Один любитель природы заметил взрослую самку голубой цапли, которая охотилась на раков. Птица оказалась терпеливой и позволила человеку снимать с разных ракурсов. Позже к ней присоединился самец. Он был не столь терпелив, но все же продемонстрировал удивительную ловкость и охотничью сноровку. Еще одна голубая цапля попала в кадр недалеко от города Лонг-Бич, штат Калифорния. Она обедала раками и делала это с превеликим удовольствием. А на этом у меня все. Если вам понравился этот ролик, то не забудьте оценить его, подписаться на канал, оставить комментарий и нажать на колокольчик. Для меня ваша активность – это лучшая награда. Спасибо за внимание. Скоро увидимся. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok